Всем привет! В этом видео – самое доброе и бесполезное судейство на шоу «Ледниковый период-2022». Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! На финишную прямую вышел проект «Ледниковый период». После девятого выпуска четко обозначились пары, которые будут претендовать на победу. Очень жаль, что судьи искусственно занизили оценки некоторым дуэтом заранее, обеспечив отрыв остальных. Увы, в аутсайдерах невероятные волосожары Чепурченко, которые, к слову, в девятой программе спустя четыре выпуска получили свои давно заслуженные 12 баллов. Они показали невероятную поддержку, в которой Татьяна имела возможность рассмотреть все трещинки на льду, потому что висело вниз головой. Вячеслав не устает подчеркивать, что они не хотят выезжать на двух притопах-трех прихлопах. Татьяна Анатольевна Тарасова в противовес прошлой программе в этот раз была необычайно добра и весела. 12 баллов получили даже Регина Тодоренко и Александр Энберт, одни из главных аутсайдеров. Регина от удивления не смогла сдержать эмоции. Она округлила глаза и открыла рот. Также, наконец-то, в сумме дюжину увидели на экране Роман Костомаров и Валерия Ланская. Но все это теперь уже выглядит как утешительный приз, ведь за дел лидерами создан приличный, а выступать осталось всего ничего. Правда, без удивлений не обошлось. Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов в этот раз получили 5-9 за технику и артистизм от именитого тренера. С ними она была очень сдержана, напомнив, что 5-9 – это тоже высокая оценка. В турнирной таблице остались всего две пары, которые в период личных противостояний получили за каждое выступление 12 баллов. Это Оксана Домнина Марат Башаров и Евгения Медведева Федор Федотов. И если к первому дуэту в этот раз вопросов нет, то Женя и Федя допустили как минимум помарку на поддержке. Но это ни в коем случае не критика, а элементарная техника безопасности. Федор в очередной раз доказал, что он не только привлекательный мужчина, но и отличный, надежный партнер. В момент номера, находясь слишком близко к бортику, он волнееносно принял решение завершить поддержку раньше времени и спустил Женю. Однозначно удалось избежать падения со льда. Что-то подобное было у него уже в прошлом сезоне в дуэте с Татьяной Волосожар. Тогда они на высокой скорости показывали номер по мотивам фильма «Вокзал для двоих» и чуть не вылетели с катка. Так сильно разогнались. Такой партнер, как Федор, это настоящий туз в рукаве. А чья комбинация номеров в итоге станет выигрышной, увидим очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова